Соблюдаются ли права граждан на доступ к культурным ценностям? Таким вопросом озадачился уполномоченный по правам человека в Ивановской области Андрей Кабанов и решил обсудить эту тему на заседании специальной комиссии. Перед ее началом жители региона могли задать свои вопросы в Твиттере. Их оказалось немало. Я даже не ожидал, что будет настолько много откликов, которые поступили из очень многих муниципальных образований. Причем большинство обращающихся, они переживают именно за судьбу нашего наследия, за сохранность памятников истории, культуры, архитектуры. Особое беспокойство у жителей вызывает состояние жилых домов, которые признаны памятниками архитектуры. Например, таких, как дом-корабль в областном центре. Боевый объект культурного наследия разрушается под воздействием времени и от рук людей. Финансирование работ на памятников федерального значения, которые, к сожалению, не составляют казну Российской Федерации, не предусмотрено федеральной целовой программой. Плюс еще одна проблема. Многоквартирные дома у нас, к сожалению, не являются собственностью Ивановской области. А значит, у муниципалитетов в данном случае отсутствуют номинальные обязанности по их сохранению. Но, тем не менее, часть помещений наших многоквартирных домов находится все-таки в этой муниципальной собственности. Главе администрации областного центра дано поручение о том, чтобы изыскать средства. Но хотя, честно скажу, это все в мечтах. Затронули члены комиссии и судьбу деревянной церкви Успения в Иванове. Она находится в плачевном состоянии. Проектная документация на реставрацию готова и прошла экспертизу. Но дадут ли денег на проведение работ, пока неизвестно. Разговор о состоянии этого памятника вывел и на другую проблему, связанную с храмами, которые находятся в ведении религиозных организаций. Доступ к таким объектам, как правило, ограничен. Меня, честно говоря, в последнее время стали беспокоить отдельные перестройки храмов, я вам честно скажу. Значит, ограничение доступа. То есть, ну, так скажем, вот в Дунилове, например, меня... Я, конечно, не тряс там удостоверением уполномоченного по правам человека, но вообще как бы я был с двумя сотрудниками Института российской истории. То есть, нас совершенно, значит, какой-то верующий весь, причем почему-то в наколках, значит, он просто нас не пустил. Затронули члены комиссии один из основных для региона вопросов – проблему охраны выявленных объектов культурного наследия на местном уровне. Проблемные ситуации привели к тому, что до настоящего времени все-таки у нас в регионе есть 1178 выявленных объектов культурного наследия, статус которых не определен. На фоне 137 памятников истории культуры федерального значения, 297 регионального и 55 муниципального данный показатель свидетельствует пока еще о недостаточной работе муниципалитетов. Однако подвижки есть. В областном центре до настоящего времени не было ни одного памятника муниципального значения, но городские власти заверили. В едином госреестре к концу года появится 25 объектов культурного наследия местного значения. У Андрея Кабанова свое мнение на этот счет. Если честно, вот мы сейчас говорим, большой шаг 25 памятников истории в городе Тайваново. Мне граждане пишут, что ребята, они не ставят на муниципальный контроль, потому что они сейчас вот хотят этот памятник снести и построить там что-то, изменить историческую застройку, а уж потом, что останется, поставят на муниципальный контроль. Так это или не так? По каким причинам статус выявленных объектов культурного наследия не закрепляют официально, будет выяснять департамент культуры. Одна из них лежит на поверхности. Недостаток средств на проведение историко-культурной экспертизы. Как бы то ни было, и жители области, и чиновники должны понимать, что отремонтировать все объекты культурного наследия разом не получится. Поэтому нужно как можно бережнее относиться к тому, что сохранилось до наших дней.